Десятилетиями я являюсь потребителем, отчасти производителем интеллектуальной продукции российской интеллектуальной, оппозиционной сферы прежде всего. И в последнее время меня в этой среде оппозиционной поражает одно для меня вполне загадочное явление, если отбросить конспирологию, которое я мог бы назвать полным озверением этой сферы. Складывается атмосфера, вполне похожая на атмосферу в банке с пауками. Достаточно появиться какому-то новому имени, новому человеку, единомышленнику при этом, занимающемуся тем же, то есть разоблачением сущности путинского режима, антидемократического и античеловеческого режима. Как на него набрасываются его же собратья, по перу, что называется, и по позиции. И пытаются его в глазах зрителя, читателя, я говорю зрителя, потому что часто это выплескивается именно в интернет, в виде видео каких-то. Пытаются в глазах этого зрителя, ну часто и читателя, его разоблачить, доказать этому читателю, что он не тот, за кого себя выдает. Достаточно такому человеку добиться каких-то успехов, ну скажем, довести свой канал в Ютьюбе до пяти тысяч зрителей, я не говорю уже сейчас о стотысячных результатах. Так, начиная с пяти тысяч, где-то наверняка возникнет в той же сфере интернета какой-то якобы небезосновательный, фундаментальный голосок, который сообщит нам, что не так просто все обстоит дело с этим новым человеком в оппозиционной сфере России. Возникнет какой-нибудь Марк Фейгин, допустим, человек достаточно самостоятельный, с профессиональным прошлым, который вступил на эту стезю сопротивления, которого можно критиковать или не критиковать, соглашаться или не соглашаться, дело совсем не в этом. Дело в простом признании, что он вносит какой-то свой посильный вклад в эту совсем непростую и совсем перспективную борьбу с путинским режимом. Как тут же кто-то, как правило, более мелкий, но тем не менее из той же сферы нам сообщит, что у него такое подозрительное прошлое. Боже мой, да он того-то и того-то защищал, будучи адвокатом, да он поплатил себе лицензии за свои какие-то некрасивые поступки. И вот эта нелицеприятная критика, она никого не оставляет в стороне. Появился и выбился, можно сказать, в лидеры мнения оппозиционного Валерий Соловей. Опять же, с чем-то можно соглашаться, можно иметь какие-то претензии, но ведь важно принять человека в этой сфере, поприветствовать вообще его появление, порадоваться его успехом. Вот и все, что можно сделать. Нет, тут же начинаются какие-то странные измышления, которые пытаются доказать, что не зря у него такое интересное прошлое, что не зря он работал профессором мимо, что не зря у него какие-то связи. И вы знаете, это не его интересное мнение, а какой-то слив сверху и так далее. Все это запредельно неприятно, еще более неприятно, когда это касается людей режимом, каким-то образом преследуемым. Тут уж просто это переходит все моральные и человеческие границы. Это произошло, скажем, с Алексеем Навальным, когда стало ясно, что его отравили. Не важно, кто отдал этот приказ, кто подписал бумажку, не важно. Тут же появились голоса типа того, что я всегда подозревал, что это тот еще проект ФСБ. И это совершенно очевидно, судя по каким-то прошедшим заявлениям, судя по каким-то нелицеприятным и странным словам, которые он произносил в таком-то году, в таком-то затертом году. Как будто это имеет главное значение – вывести на чистую воду, показать, что там клейма ставить негде, потому что всюду расписки в получении. Это сложнейший проект ФСБ, то ли для того, чтобы подорвать оппозицию, то ли для того, чтобы вообще выйти в ферзи, как говорят эти люди, чтобы Путин готовит себе преемника такого же негодяя и националиста. А готовит он его так, что он пытается свой собственный режим якобы разоблачать. Какие-то, говорят они, мелкие коммерческие делишки он разоблачает, какую-то якобы, в кавычках, коррупцию, кто-то у кого-то что-то украл. Ну, кого это интересует, по большому счету. Да вообще ничего другого не должно русских людей интересовать, чем доказательство того, что их обворовывают на глазах честного мира, что крадут их денежки, их заплаченные налоги. Ничего важнее в этом смысле нет, потому что доказать того, что ФСБ или Путин своими руками убил того или другого, это всегда прекрасно, в кавычках. Но доказать-то это запредельно сложно, потому что обычно эти люди следов не оставляют. А вот доказать коррупцию, это значит доказать не просто несостоятельность, но и преступность этого режима. И этим, в общем-то, Алексей Навальный занимался. И вот начинаются сложные измышления, типа, да я еще три года назад, да я еще пять лет назад знал, что это коварный проект ФСБ. И вот, видите, это подтверждено фактами. Я ведь только о фактах говорю. За его поведение его сам Явлинский в свое время исключил из Яблока. Вы понимаете, насколько это значимо? В свое время Юлия Латынина сама исключенная из многих интеллектуальных платформ за свою некую нестандартность, за умение выйти из ряда вон, отличиться от остальных. Просто высунуть голову над стройным рядом этих усредненных критиков. Так вот, она в свое время написала о Навальном «It's a real thing». Навальный – это реальная вещь. Она слизнула, естественно, рекламный слоган, рекламное лого Кока-Колы, но это очень подходит. Кока-Кола – это настоящая вещь. Навальный – это настоящая вещь. Потому что, при всем моем уважении с Явлинским, с которым приходилось встречаться на разных конференциях, это не тот типаж, который выводят на улицы. Да и результаты Яблока вы знаете сами и по последним выборам, и по всем предыдущим. А Навальный – это тот типаж, который нужен России до смерти. Больше соли сейчас он нужен России. Типаж, который способен выйти, вывести людей на улицы, на площади, показать им личный пример отваги, мужества, беззаветного, я бы сказал, самопожертвования даже. И вот этот пример был подан. ФСБ попыталось его отравить, вместо того, чтобы в любой ситуации встать на его сторону, пожелать ему скорейшего выздоровления, пожелать ему возвращения в ряды критиков. Вместо этого обрушивается какая-то гадкая, мелочная копошение в прошлом, в грязном белье, попытки доказать, что все это придумала за него ФСБ. Ведь посмотрите, ведь он же не погиб в результате, не додали этого новичка там, скорее всего. Он не погиб, что фактически его разоблачает. Если бы он погиб, это было бы еще большее разоблачение, потому что тогда можно было бы сказать, что ФСБ убрало своего агента, который слишком много знал. Но вот она его не убрала, и опять получается, что это все не в его пользу. Что это за тип ментальности? Что это за тип подхода к событиям? Дмитрий Быков, кстати, я не единственный это сейчас говорю, Дмитрий Быков очень хорошо заметил и назвал это одним словом. Он назвал это этих людей оскотинившимися. То есть люди, превратившиеся по-своему в скотину. Люди, которые подходят с грязной мелкой меркой к другим людям, занимающимся, в общем-то, тем же самым делом. Но дело не может быть слишком успешным, если начинают ставить палки в колеса еще на пути к любому успеху, к любому возможному политическому самосознанию населения. Это самосознание, кстати, и блокируется вот этой ментальностью, доказательством изо дня в день российскому населению, что эти оппозиционные верхи, его верхи, люди, в общем-то, самоназначенные, как говорится, самоназванные, они не достойны его уважения, уважения этого населения. Они не достойны того, чтобы идти за ними, чтобы верить их словам. Потому что, оказывается, эти слова не подкреплены личным примером, не подкреплены делом. Если хотите, отсидками, потому что доводы типа того, что Навальный в условных сроках, как в шелках, и вместо этого он где-то куда-то ездит. Он отсидел достаточно, хотя и по мелким срокам. Но почему по мелким? Да потому что он уже завоевал такое, имея такой авторитет, что его можно либо убить, что и попыталось сделать ФСБ, либо давать ему относительно соразмерные, умеренные сроки, отсидки. Потому что большой срок вызвал бы большое негодование в его случае. Так вот, что это за такая странная ментальность, побуждающая людей опускаться? Потому что речь-то идет о моральном самоопущении, ничего другого. Это фактически холопское стремление занизить, принизить любого, кто над вами немножко возвышается. Возвышается своими моральными качествами. Странно, когда эти люди, занимающиеся вот этими разоблачениями, весьма сомнительными, что эти люди относят себя к разоблачителям и Путина, и к людям консервативного, скажем так, воззрения, консервативной точки зрения. Они никак не могут относить себя к консерваторам. Потому что в отличие от всяких социально ориентированных, от социал-демократов и других, консервативная идеология всегда отличалась тем, что она была прежде всего благородна. Это слово из старинного, может быть, словаря, сейчас уже не всем современникам-россиянам понятно. Благородство, свойство души, которое не позволяет пинать подранка, добивать подранка, это делают только псы, пинать лежащего, лежачего, как известно, не бьют, и пытаться разоблачать человека, находящегося, неважно, при смертелине, во всяком случае, в той ситуации, когда его жестокая, нечеловеческая власть попыталась ликвидировать физически. В этой ситуации говорить главным образом о его возможных недостатках, это подло и низко. И я знаю случаи, когда подобного рода люди в среде, естественно, оппозиционной и интернетовской, обижались на тех, кто их за это критикует. Они писали буквально, ну достал меня ваш Навальный, ну просто невозможно уже сказать слово. Невозможно, потому что не нужно, потому что нельзя говорить плохих слов в адрес умирающего. Нельзя говорить плохих слов в адрес единомышленника. Это вас разоблачает. Я одному из них так и написал, что это не о Навальном, это о вас, дорогой друг. Это о вас, это открывает глубины бездны, падение вашей души. Всегда лучше, всегда лучше быть немножко благородным, тем более по отношению к человеку, который действительно заслужил. Мне совершенно не важно, чем история с Навальным когда-нибудь в будущем закончится. Мне важно, что сегодня и сейчас он весьма реально эту борьбу проводит. И что без вот этого благородства, нас возвышающего всегда и в любом случае, даже если оно обманное, без этого благородства, без этой игры на повышение моральное, занимаясь игрой на понижение всего и вся, невозможно русское население, российское население привести к пониманию того, что больше так жить нельзя, что нужно выходить на площади, что нужно проявлять свой норов, и чем круче, тем лучше. Вот без этого никогда ничего не получится, потому что низкие люди, подлые люди, они могут себя окружить только подлыми людьми, только низкими людьми. И это совсем не то, что России сегодня надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова